Знаете, что я вам скажу? Вот я, казалось бы, такая, ну нормальная, даже симпатичная, спринется в зеркало и даже нравится, а потом что-то в голове щелкает, и все равно, вот мне 23 года, вот спустя сколько, лет 10, даже даже больше, в голове прокручивается то, что мне говорили в школе мои дорогие одноклассники, как они меня травили, как они меня обзывали, как они вещи мои швыряли по классу, потому что я не такая, как они, по их мнению, потому что у меня фигура какая-то вот им не понравилась, или форма носа, и мне просто вот хочется взять и больше никогда на себя не смотреть, и вся моя уверенность, которая взращивала в себе, и психотерапией, и различными курсами, и самотренингами, она просто испаряется. К чему это все я? Да ни к чему. Хотя на самом деле, наверное, это еще одно напоминание, насколько школьная трава, вы поняли, о чем я, это серьезно. Такие дела. Не, скажем так, не симпатичная, а на любителя. Ну, есть мужчины, которые нравятся вот такой вот, типа, женщин, вся в наколках, да, с разноцветными волосами. Ну, здесь уже, знаешь ли, я думаю, не одноклассники виноваты, а я думаю, что они вообще не виноваты, почему? Потому что ты сама не знаешь причины. Ты перечисляешь возможные причины, по которым ты якобы сейчас страдаешь. То есть ты ищешь себе оправдание, почему у тебя что-то в жизни не получается. А так как ты и себя, как личность ничего не представляешь, ты хочешь привлечь внимание. Каким образом? Правильно, это куча татуировок, это, конечно же, ярко выкрашенные волосы и тому подобные вещи. И еще, знаете, что я там заметил? Обратите внимание, у нее руки порезаны. То есть человек с суицидальными какими-то наклонностями. Так все-таки, может быть, какие-то другие у тебя травмы. Может быть, свои тараканы и одноклассники здесь ни при чем, а ты всего лишь пытаешься перевожить на кого-то ответственность. А?